Музыка Главной новостью в сфере здравоохранения в 2023 году стало завершение пандемии коронавируса и снятие всех карантинных ограничений. С начала года в Шемкенте зарегистрировано 415 случаев коронавируса. Да, инфекция продолжает циркулировать даже после формирования коллективного иммунитета. Но учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг за пациентами будет осуществляться на постоянной основе, наряду с другими вирусными инфекциями. 11 месяцев текущего года города Шемкент прошел по эпидемиарским происходящим ситуациям, можно сказать, благополучным. Стабильно Тем не менее, не были зарегистрированы заболевания, как инфекционно-осовоопасные инфекции, бешенство, холера, сибирская язва, толеремия. Отмечены были снижения заболеваемости бруссулезом, туберкулезом. Даже были отмечены снижения обращения людей укусами клещей и укусами от животных. Но тем не менее, как нам известно, в прошлые три года были подъемы заболеваемости, очень большая пандемия по коронавирусной инфекции. И как нам известно, что в мае месяце специально в ВОЗ был объявлен о снятии пандемии по коронавирусной инфекции, так как регистрация резко уменьшилась за счет формирования коллективного иммунитета после прививки и после заболевания населением. В 2023 году резко выросла заболеваемость корью, особенно среди детей. Санврачи беспокоены быстрым распространением инфекции. Большинство заразившихся, как отмечают специалисты, это непривитые от кори несовершеннолетние. За время коронавируса охват вакцинации против кори в стране и в целом в мире значительно снизился. С начала года в Шемкенте зарегистрировано 3280 случаев кори, из них 2770 – дети до 14 лет. Параллельно у нас растет заболевание кори. Если мы три года боролись с пандемией, то сейчас мы боремся с заболеванием кори. Почему спрашивается? Потому что у населения после заболевания коронавирусной инфекции иммунитет резко снизился. Анализируя заболевших кори первичными и подтвержденными случаями, нам известно, что в основном болеют дети до года и от 2 лет до 5 лет. Оно составляет у нас около 80-85%. На сегодняшний день составила прививка всего подлежащая от 118 тысяч нашего населения города, которые подлежали около 50% мы уже привили. Но это мало. Почему? Потому что инфекция еще не стабилизировалась, заболевание кори. И я, пользуясь случаем, хочу сказать нашему населению убедительное просьбой. Детей от 6 месяцев до 11 месяцев и детей от 2 лет до 5 лет, также детей, которые не получили до 18 лет свои планы и прививки, немедленно сейчас в здоровом фоне нужно привиться бесплатно в своем закрепленной поликлинике. 5 июля 2023 года стало для Центра сердца Шемкента исторической датой. Впервые в третьем мегаполисе провели операцию по пересадке главного двигателя организма. Сложное хирургическое вмешательство длилось около пяти часов под руководством ведущего кардиохирурга Казахстана Юрием Пя и председателем правления центра Дарханом Сугинбаевым. Орган для трансплантации нашли благодаря посмертному донорству. Состояние 61-летнего пациента стабильное. Операция прошла успешно. Данная операция, трансплантация сердца, ранее выполнялась только в стенах Национального научного кардиохирургического центра. За пределами этого центра в регионе, в городе Шемкент эта операция проведена впервые. Мы имеем подготовленные кадры, мы имеем оборудование, все необходимое для проведения таких тяжелых высокотехнологичных операций. Я думаю, что при поддержке команды ЮМС во главе с Юрием Владимировичем Пя на первых порах, на первых случаях, в дальнейшем мы сможем делать эти операции самостоятельно. За год в центре сердца Шемкента провели шесть операций по имплантации левого желудочка, которые заменяют пересадку сердца. Одним из пациентов высокотехнологичного хирургического вмешательства стал Виктор Кошлов. Как операция удачно прошла, но я ничего не чувствовал. Отсыпался. Ну, так слегка, как боли были, ну, такие, как бы, послеоперационные. И все, сейчас состояние улучшается потихоньку. После реабилитации планирую вернуться на работу. А в первой городской клинической больнице провели 16 успешных операций по пересадке почек и печени. Необходимое оборудование и подготовленные хирурги для проведения высокотехнологичных операций есть. Одной из важнейших проблем остается острый недостаток донорских органов. Многие пациенты в Чемкенте, 1100 человек привязаны на гемодиализ. У нас, у них нет донора. Поэтому, хотелось сказать, если мы будем в Чемкенте развивать трупную транспортацию, тогда мы бы готовы спасти этих пациентов, подарить им жизнь. Весь мир занимается трупной транспортацией. Если взять Саудский Араб, Иран, они очень хорошо развиты мусульманства. То есть, у них в год делается около 500 трупных транспортаций. Почему у нас не развить и помочь нашим пациентам? Число пациентов с острой почечной недостаточностью с каждым годом увеличивается. Только в областной клинической больнице с начала этого года провели 8 трансплантаций почек. Из-за недостатка донорских органов люди годами находятся в листе ожидания и зависят от гемодиализа. Устройство внепочечного очищения крови. Некоторые так и не дожидаются заветного органа. На сегодняшний день это очень большая проблема, когда свыше 4000 пациентов, находящиеся на гемодиализе, ждут свой орган. И этот лист ожидания у нас с каждым днем увеличивается, к сожалению. Для этого мы активно пропагандируем трупную трансплантацию. После трансплантации у них открывается перспектива жить нормальной жизнью, обрести семью, путешествовать, работать. Качество жизни намного улучшается. В областной клинической больнице совместно со специалистами из России впервые провели хирургическое вмешательство по лечению болезни Паркинсона. На операционном столе оказалась 66-летняя пациентка. Без горсти таблеток она не могла вести нормальный образ жизни. Глубина стимуляции головного мозга стала единственным шансом вернуться к полноценной жизни. В плане знаний мы уже в течение года занимались в этом направлении. Прошли уже мастер-классы. Мы уже выездные мастер-классы сами ходили здесь, смотрели. Проходили стажировки на рабочем месте. Специалист, который уже более опытный, провел нам мастер-класс. В первую очередь внедрение трансплантных технологий, чтобы в последующем это будет у нас проводиться рутинно. Все зависит от того, насколько будет финансировано со стороны государства выделение квот для этих пациентов. 2023 год не стал исключением в проведении уникальных высокотехнологичных операций. Одну из таких провели в городской детской клинической больнице. У активного и жизнерадостного 16-летнего подростка резко поднялось давление. Появилась сильная дышка и учащенное сердцебиение. Сотрудники неотложки настояли на экстренной госпитализации. После полного обследования врачи подтвердили у пациента врожденный открытый артериальный проток. Иначе говоря, отверстие в сердце. Шамкенские врачи вовремя прооперировали подростка, подарив ему шанс на полноценную жизнь. На сегодняшний день имплантация к люди рассчитается наиболее прогрессивным и мини-инвазивным методом, который позволяет добиться очень хороших результатов и вернуть пациенту здоровье. У нас в больнице есть все необходимое оборудование для проведения таких операций. После лечения в одной из частных клиник у 54-летней женщины диагностировали редкий и опасный синдром Лайла, который в большинстве случаев приводит к смертельному исходу. Местные специалисты в течение двух недель очищали пациентки кровь гемофильтрацией. После реанимации женщину перевели в палату и продолжили 10-дневное лечение. Сегодня все страшное уже позади. Меня беспокоило повышенное давление 180 на 120, артрит и артроз, из-за чего я решила сразу обратиться в частную клинику за лечение. Первая инъекция никакой реакции не дала. Пять дней все было нормально, а на шестой появилась жуткая реакция. Две недели я провела в реанимации. Мое состояние было крайне тяжелым. Я выжила благодаря, во-первых, Богу, ну, конечно, благодаря добрым людям в белых халатах. В 2023 году в Шемкенте прошли масштабные конференции с участием иностранных гостей. Ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Алматы, Астаны и главные внештатные неврологи Казахстана говорили об инсульте и современных методах лечения. В последнее время есть, конечно, новые рекомендации, в том числе мировые рекомендации европейских стран, Северной Америки, Канады, по новым методам терапии острого периода ишемического инсульта, по новым рекомендациям раннего реабилитационного периода ишемического инсульта. И, конечно, все эти мировые рекомендации, они должны быть внесены также и в наш протокол, который регламентирует деятельность наших врачей. Для чего? Для того, чтобы действительно наши врачи имели все современные опции терапии, реабилитации ишемического инсульта, тем более, что эта проблема, она остается актуальной по сегодняшний день. Местные специалисты встретились и с коллегами из Стамбула, обсудили современные методы лечения эпилепсии. По мнению зарубежных специалистов, лечение этого заболевания должно быть комплексным и непрерывным, а главное, доступным в каждом регионе. Сейчас также стоит вопрос о развитии более высоких аспектов, в лечении эпилепсии. Это такие вопросы, как хирургическое лечение эпилепсии, внедрение новых методов лечения, таких как кетогенная терапия. Вот буквально сейчас мы об этом говорили. И для этого необходимо уже более углубленные знания, более серьезные, более углубленные точечные знания по этим вопросам. Есть отдельные центры, которые начинают заниматься хирургическим лечением эпилепсии. Это вот в Астане, в Караганде. Сейчас очень хорошая команда сформировалась в Шемкенте. В поликлиниках на регулярной основе проводили дни открытых дверей. Желающие без записи и на бесплатной основе могли пройти различные диагностические исследования и получить консультацию врачей. В 2023 году в 6-й поликлинике Шемкента впервые провели день открытых дверей для мужчин. Сегодня на день открытых дверей пришло много мужчин, начиная с 18 лет, а самому пожилому пациенту – 78 лет. Кроме консультации у врача, мужчины могут сдать общий анализ на кровь, мочу, биохимические исследования, пройти УЗИ, а некоторых по показаниям мы направляем на КТ и МРТ обследования. Я узнал из соцсетей, в частности с Фейсбука, что в онкологическом центре города Шемкент проводится день открытых дверей. Решил проверить свое здоровье. Спасибо этим врачам. Они очень грамотные, знающие свое дело. Сделали УЗИ. За год рост застрахованных граждан в Шемкенте увеличился почти на 26 тысяч человек. Остро стоит вопрос приписок медицинских услуг, с которыми, по словам представителей Фонда социального медицинского страхования, активно борются. Для этого разработаны несколько мобильных платформ, где каждый застрахованный житель может отследить свой статус и получаемые услуги. На сегодняшний день каждый человек может проверить себя в базе. Например, по моему ИИНУ, уже на этом ИИНУ у меня телефон зарегистрирован. Правильно? Когда я по ИИНУ получаю какие-то услуги, вот от медикоинформационной системы, мне поступает информация, смс. Вы получили то-то-то. С этого года, буквально месяц назад, начался пилотный проект Алмата-Астана, Северный Казахстан. Там идет подтверждение оказанной медицинской услуги. Через QR-код отправляют, направляют. Вот, например, вы приходите в поликлинику, получили консультацию у врача, потом какие-то назначения, обследования. Все это автоматом через ИИН поступает вам. Скоро с Нового года она будет по всему Казахстану запущена. По словам главного врача Шемкента, 2023 год запомнится значительными достижениями в области охраны здоровья матери и ребенка. С начала года не было зарегистрировано случаев материнской смертности. Благодаря профессионализму и своевременной помощи пациентам. В этом году, наверное, наши показатели об этом могут сказать. То есть, это качество работы наших именно акушер-гинекологов, неонтологов. Наши стационары, это родильные дома, у нас их четыре. Это городской периментальный центр, родильный дом номер два, родильное отделение во второй больнице, это фосфорная больница, и родильное отделение в третьей городской больнице. В прошлом году тоже у нас было снижение, но были такие потери, которые можно было не допустить. Поэтому в этом году полностью собрались в этом вопросе, постоянный контроль, контроль на субботние выходные дни, на праздничные дни, чтобы врач был на месте, чтобы дежурство было. И, конечно, в первую очередь, это квалификация наших врачей и медсестер. Чтобы повысить их квалификацию, в этом году у нас вообще полностью по здравоохранению было обучено более трех тысячи медицинских работников. Из них это за счет самой организации, потому что это предусматривается в рамках того финансирования, которое они получают. И в рамках финансирования из местного бюджета нам удалось обучить 48 наших специалистов с высшим образованием в Израиле и Турции. В этом году у нас по младенцам есть такой свой показатель 8,5, то у нас сейчас 7,5. То есть мы снизили на такой-то процент. И министерство тоже недавно как раз на совещании отметило, что город Шимкент идет в этом прогресс. Прогресс в том, чтобы сохранить жизнь детей. За год удалось расширить количество мест в городской детской клинической больнице. Дополнительно 40 пациентов теперь могут принять и в центре гиперборической оксигенации. По словам Нурлыбека Асалбекова, важно улучшать и условия в медицинских организациях, чтобы пациенты лечились в комфортных условиях. Первая больница, вы знаете, самая большая больница, как мы говорим, это наше лицо, если мы говорим про здравоохранение. Поэтому сейчас мы ставим перед собой цель, чтобы эта больница у нас была лучшей в городе. И она не только в лучшей в городе, чтобы она развивала медицинский туризм. И к нам приходили не только из области, к Злардей, из другой области, как бы из Ларды, из Джамбула, но и из Узбекистана. Для этого спасибо нашим депутатам, Маслихату, Акимату. Выделены средства для капремонта рощи первой больницы. И в этом году уже некоторая часть сделана. И в следующем году, в 24-м концу года, мы должны полностью ее отремонтировать капитально. В прошлом году был проведен капитальный ремонт в реабилитационном центре номер 2. И, кроме того, там открыт центр Камхурлах. Это что это дает? Камхурлах оснастила наш центр своим оборудованием, хорошими оборудованиями. Это бассейн, посейдон, это жунгитная комната, это все вот эти мантесори. В общем, все оборудование. Это оборудование они обещали нам. Ну, мы там меморандум заключили. И получилось на 124 миллиона, они обещают. Сейчас на 84 миллиона уже поставлено оборудование. На 2024 год в сфере медицины Шимкента запланировано закончить ремонт городской клинической больницы номер 1. Решить вопрос с ремонтом поликлиниках 4, 9, 10 и 11. Увеличить количество коечных мест в стационарах. Открыть дополнительные 15 урологических мест в городской больнице номер 3. Построить 4-й инсультный центр, университетскую клинику и открыть дополнительное физиотерапевтическое отделение. Елена Карпенко, Талгат Абдинабиев, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании ОТРАР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова